Двери, 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 дизайнерские двери, покупайте двери, а можно их придумать, самим их украсить, но для этого обычно нужен классный дизайнер, ту-ту-ру-ту-ту. Всем добрый день! Уже есть много видео о том, из каких материалов сделаны двери и какие конструкции образуют эти материалы. Также уже достаточно высказывания о том, как сочетать, например, цвет дверей с цветом полов, поэтому про это я рассказывать не буду. Я хочу остановиться больше на эстетических аспектах дверей и сказать пару слов об истории дверей. Начнем с истории. Как вы думаете, как выглядела первая дверь? Вот мы часто смотрим всякие мультфильмы про неандертальцев или фильмы про каких-нибудь доисторических людей, и там они всегда закрывают вход пещеры камнем. И даже в научных работах можно найти такие утверждения. Вот перед вами сейчас картинка, которая изображает человека. Это вроде как первый зодчик, который в виде камня придумал дверь, первый архитектурный элемент, и вот закрыл этой дверью вход в пещеру. Это неправильно, потому что камешек, например, там 20-30-40 сантиметров в диаметре, ну то есть такой, это уже около 100 килограмм. А вот тот камень, который красным изображен на картинке, это примерно 600 килограмм. Не могу сказать, конечно, что камень 600 килограмм вообще нельзя подвинуть, но, наверное, его сложно подвинуть в одиночку. И возникает такая парадоксальная ситуация. Вот неандертальский мужик добыл косулю, он тащит эту окровавленную добычу через джунгли. За ним, значит, по джунглям крадутся какие-нибудь тигры или кто-нибудь еще, кто хочет эту добычу отобрать. И вот он складывает эту добычу рядом со входом в пещеру и начинает долго и упорно отодвигать этот камень, а камень не поддается, но, в конце концов, камень поддался. И если ни косулю, ни мужика не съели, то, соответственно, он тогда эту косулю пытается пропихнуть вот через такой узкий лаз, чтобы, в конце концов, попасть в пещеру. Так это не работает. И, собственно, археологи свидетельствуют о том, что рядом с пещерами находили какие-нибудь валуны, которые могли служить дверьми. Это не так. Давайте посмотрим, как выглядела настоящая первая дверь. В качестве первых дверей использовали небольшие деревья или кустарники. И таким образом не то, что они полностью блокировали вход в пещеру, но просто они значительно его усложняли. Соответственно, если хищник хотел проникнуть в пещеру, ему приходилось продираться сквозь эти ветви, он шумел, и те, кто уже находился в пещере, знали о том, что к ним кто-то лезет. Так это работало. А вот так выглядел первый замок и, собственно, первая дверь. То есть первая дверь, скорее всего, выглядела как шкура, которая натянута на каркас или переплетения лиан и веток, которые также образовывали вот эту заслонку, которая прикрывала вход в пещеру. И здесь вот очень интересно. Под номером 1 показана, собственно говоря, эта заслонка, а под номером 3 и 4 у нас упор. И между упором и заслонкой у нас натянута некая веревка. Может быть, это были ремни, может быть, это опять же были какие-то свитые лианы. Соответственно, эти ремни были перекручены, и таким образом, когда они накручивались, создавалось напряжение между упором и заслонкой, и ее сложнее было отодвинуть. В пещере всегда кто-то находился, соответственно, был кто-то, кто мог изнутри открыть эту дверь. Снаружи ее открыть было проблематично. Еще интересно, что такие двери делали в основном от других людей. То есть не столько от хищников, сколько для того, чтобы обезопасить себя от себе подобных. А еще давайте вспомним такой момент. Данью вежливости мужчина, если он хорошо воспитан, пропускает женщину вперед, в двери. Так вот, эта традиция пришла к нам еще из как раз таки доисторических времен. И мужчина таким образом проверял безопасность своего жилья. Так что, если снаружи пещеры сторожил какой-нибудь сублезубый тигр или какое-нибудь вражеское племя, то как раз женщины можно было пожертвовать, а самому проверить, все ли там в порядке или нет. Вот так-то. Первые двери упоминаются в египетских хрониках. И в египетских храмах и гробницах мы наблюдаем много изображений дверей. Особенно в египетских гробницах. И один из самых распространенных элементов это ложные двери или двери Ка. Как следует из определения, это двери, которые никуда не ведут. То есть это просто некое обозначение проема. И служили они для одного из видов души. Собственно, это работало так. Вот вы, к примеру, родственника усопшего. И вы пришли в гробницу с ним пообщаться, пообщаться с его духом. Соответственно, как его дух попадает на встречу с вами, он проходит через вот эти ложные двери, через дверь Ка. Тоже стоит подчеркнуть, что уже тогда дверям придавался такой сакральный смысл. То есть двери были не просто проемом, там, проходом, а были связью между нашим миром и миром духов. В Древнем Риме была примерно такая же идея. За двери отвечал очень специфический бог. Это бог Янус. Двуликий Янус, у которого одно лицо обращено в прошлое, а другое лицо обращено в будущее. И вот этот Янус, он у древних римлян был покровителем времени. Времени и дверей. И двери для них означали принятие решений. Время и двери связаны таким образом, как у нас, например, говорят, там, судьба закрывает одну дверь, но при этом открывает другую. И у римлян было то же самое. То есть дверь это был символ нового жизненного этапа или принятия жизненного решения. Но межкомнатных дверей было мало. То есть в основном речь шла о входных дверях. Вместо межкомнатных дверей римляне использовали портьеры. Теперь поговорим про средневековье. В средневековье дверь была предметом роскоши, как и мебель. Почему? Потому что дверь делали либо из металла, либо из досок. И доску было очень сложно достать. То есть это прямо... Вот мы сейчас это воспринимаем как что-то очень обыденное, но тогда для того, чтобы сделать доску, нужно было расщепить бревно или вдвоем большой пилой распилить его и потом его обстругать. То есть для того, чтобы получить одну доску, нужно было потратить массу усилий. Первые лесопилки появились только в конце 14 века. Это поздняя готика. Все, что до этого, вот требовало прямо колоссального человеческого труда. Кроме того, мало было просто получить вот эту форму. Надо было эту доску еще высушить. У них не было таких технологий, как у нас. То есть дерево сушилось долго. Могло сушиться, например, десятилетие. И бывало так, что плотник передавал вот это сырье своим детям из поколения в поколение. Специально заготавливал, чтобы они могли сделать какую-то мебель. Кроме того, у них был очень экологичный подход. В том плане, что доски не выбрасывались. То есть если какой-то предмет переставал быть необходимым, то его просто разбирали на доски, потом эти доски использовали в новом предмете. То же самое с дверьми. Особенно ценились двери из досок и с хорошей фурнитурой. И если, к примеру, во время феодальных войн захватывали какой-нибудь монастырь или замок, то в виде добычи увозили как раз ворота этого монастыря или замка и межкомнатные двери. Кстати говоря, двери часто были не такими полнотелыми, а они были сделаны из полос дерева или металла. То есть через них можно было смотреть. И в простых домах дверей было мало, а в основном двери как раз были в храмах, внутри храмов. Именно поэтому в некоторых церквях встречаются полотна, которые сняты с других петель и которые по возрасту превосходят саму церковь. Это был маленький экскурс в историю. Давайте теперь поговорим про приемы. В современном мире 90% дверей у поставщиков делится всего на две категории. Это классические двери, такая неоклассика упрощенная, и современные двери. Остальные двери, например, арт-деко или кантри, занимают всего 10% от рынка. Но это потому, как я себе представляю из того, что я вижу в магазинах. И если нет бюджета, то я рекомендую как раз выбирать наиболее банальные варианты, то есть хорошая неоклассика или простые современные гладкие полотна. В тех же линейках есть и более изощренные варианты, которые предоставляют потребителю вроде как выбор из 10 полотен в одной линейке. Но такие варианты выбирать не надо. Если вы взяли не просто неоклассику, а дверь с овалом, надо понимать, что вы этот овал должны дальше вписывать в интерьер, он должен как-то повторяться в интерьере. Например, у вас овальный стол, либо у вас должна быть трактовка барокко, потому что овал это характерный признак барочных интерьеров. То есть это довольно странно. Просто так такую дверь поставить нельзя. Или вот дверь, у которой шпон идет по косой, и здесь еще есть какие-то прорези. Такую дверь тоже просто в любой интерьер не поставишь. То есть у вас либо должен паркет лежать по косой, либо у вас должны быть рейки где-то на стене, которые поддерживают прорези на полотне. То есть просто так ее выбрать нельзя. Вот самая страшная дверь, которую я видела. Это довольно устаревший прием, но надо сказать, что нашла ее без всякого труда на сайте поставщиков. И здесь мы видим шестиугольники. Вот это самый трэш. Потому что такие шестиугольники придется повторять в каждой комнате, если у вас везде такой декор на дверях. Либо у вас получаются разные двери, либо они с одной стороны такие, с другой стороны такие. Придется покупать какие-нибудь декоративные подушки с шестиугольниками, или выбирать шестиугольную плитку, или шторы вешать с шестиугольниками. То есть это целая история. Плюс к тому, они еще и не очень красивые. То есть совершенно непонятно, зачем вот это надо делать. И они еще и выделены цветом. Вроде как здесь идет игра цвет стены и вставки на двери, но это ее абсолютно не украшает, и так делать не надо. Тем не менее, у меня есть проекты, где я оставила недорогие, но при этом более сложные двери, и сочетала их с элементами мебели. Вот, например, ракурс из коридора. Здесь мы видим двери, которые делятся на неодинаковые вертикальные полосы. И рядом стоит книжный шкаф, который также делится на неодинаковые вертикальные секции. Плюс у него есть декоративная вставка, которая на заднем плане имеет такую же отделку, как и отделка двери. То есть, если заморочиться, то поддержать сложную дверь можно, но это нужно учитывать. Дверь может стать арт-объектом лишь при условии, что остальной интерьер достаточно ярок. Вот перед нами интерьер известного исторического декоратора Дороти Дрейпер. Мы видим здесь контрастные створки, очень крупные декоры на дверях. Но обратите внимание, что и сам интерьер столь же контрастный, здесь довольно уверенные цветовые сочетания. Двери и окна — это часть архитектуры, так же, как и молдинги. Поэтому очень важны пропорции между дверьми и помещением, и пропорции между различными элементами как раз, да, то есть двери, их обрамления, молдинги, окна, да, как они сочетаются по размерам. И если мы посмотрим на этот пример, то здесь мы видим довольно крупные как раз потолочные молдинги, также контрастные, да, которые поддерживают эти двери. Все связано со всем. Также вот здесь яркое пространство, оно очень крупное, и мы видим обрамление проема. Обрамление проема также попадает в категорию дверей, просто они идут без полосин, да, и здесь мы видим высокий контраст между смежными помещениями, крупные помещения, обрамление очень яркое в таком китайском стиле, но оно не выбивается из общего визуального ряда, да, то есть это всего лишь один такой элемент, который поддерживает общее. Двери работают примерно как пейзаж на заднем плане, который используется в картине, к примеру, в картинах Ренессанса, да, это вот очень принято. Если Доминчи посмотреть, у него совершенно фантастические пейзажи на заднем плане, то есть их интересно разглядывать, но в первую очередь мы разглядываем персонажей, и только потом мы уже смотрим на этот пейзаж. Он добавляет картине качество, он добавляет картине настроение, иногда пейзаж передает настроение персонажа, но он не является главным действующим лицом, то же самое правило действует и в интерьере. Темные двери хорошо работают в светлых интерьерах, если есть еще какой-то контраст, например, у вас обои с черно-белым рисунком или очень выраженный контрастный геометрический рисунок на полу. Сама дверь тоже может быть не полностью черной, а контрастный, к примеру, черное полотно и белые наличники. Давайте посмотрим еще вот на такой интерьер, это Жан-Луи Денио, скорее всего вы этот интерьер уже видели, и здесь очень красивые, хорошо проработанные по цвету двери, действительно потрясающее украшение интерьера, и двери здесь работают как красивые стеновые панели. Очень интересно, что в интерьерах, где двери расположены симметрично, часто как проем, как вход в комнату работает лишь одна из дверей, а вторая дверь это тоже фальш-дверь, и в соседней комнате там будет просто оформленная по-другому стена, то есть никакого проема там не будет. Дверь поставлена для симметрии. Еще один прием, это когда мы повторяем один и тот же рисунок и на двери, и на корпусной мебели, и на других декоративных элементах. Вот здесь в ресторане от Индии Мадави мы видим с вами рисунок в виде ромба, который расположен на зеркале, кажется, как будто бы там какое-то другое пространство, и одновременно с другой стороны там действительно есть другое пространство, то есть это именно двери со стеклом, и мы видим за ними некую барную зону. В том же ресторане есть еще одно применение этому ромбу, и это створки винного шкафа, там шкафа для каких-то ресторанных принадлежностей. Вот интересно, да, то есть это все воспринимается как дверь, хотя на самом деле это разные элементы. Конечно, когда мы выбираем дверь, мы учитываем, как она сочетается со стеной, как она сочетается с полами, но также следует учитывать и как она сочетается с корпусной мебелью. Как в данном случае, раздвижные створки в шкаф оформлены как дополнительная пара дверей, то есть по сути это точно такой же прием, как я только что показала у Индии Мадави, какая-то дверь это настоящая дверь, а какая-то дверь это корпусная мебель. Яркие двери могут подчеркивать переход из одной комнаты в другую, и одновременно двери придают проекту целостным. Обратите внимание, здесь изумрудные двери по-разному сочетаются с разными элементами в разных комнатах. В гостиной у нас есть изумрудный ковер, а в смежной столовой у нас есть яркие бирюзовые стулья, которые хорошо сочетаются с дверьми. Также здесь необычная форма. У дверей это двери-книжка, которые, соответственно, не мешают, когда они открыты, не препятствуют воспринятию формы вот этой круглой гостиной, да, вот иначе бы они просто открывались и странно бы торчали внутри гостиной, а так их удобно держать открытыми. Но даже когда двери такие яркие, это все равно подчиненный элемент. Роль доминанта в интерьере играет что-то еще. Обычно это там камина или картина, вид из окна, но никогда не дверь, потому что дверь остается за спиной, когда мы входим. И довольно странно было бы вот так сидеть на диване и любоваться дверью. Так что да, двери яркие, но это лишь один из элементов интерьера. Перед вами интерьер моего любимого декоратора Kit Camp. Она очень любит работу с тканью. И здесь мы видим одну и ту же ткань, которая использована на дверях, на шторах в гостиной и на стенах в смежной спальне. Двери при этом раскрываются на 180 градусов, и получается, что одна комната как бы раскрывается навстречу другой. Это очень изящный прием. И опять же, если мы эти двери закроем, можно себе представить, что находясь в спальне, мы вообще не будем обращать внимания на двери, потому что они будут сделаны точно так же, как и стены, в той же ткани, в той же отделке. Со стороны гостиной они наверняка красны. Очень красиво работают. Двери это как декорации в театре. Декорации могут быть красивыми, они могут быть сложными. Они создают мир для актеров, но они не заменяют актеров. Дверь может быть двухцветный. С одной стороны один цвет, с другой стороны другой цвет. Возникает закономерный вопрос, в какой цвет тогда красить торец. Я рекомендую делать следующее. Вот вы стоите в помещении и тянете дверь на себя. При этом у вас в помещении появляется тот цвет, который был на двери снаружи. И именно в этот цвет стоит выкрасить торец. Вот в данном случае у нас белый санузел и дверь с одной стороны белая, с другой стороны розовая в цвет смежной комнаты. И торец стоит сделать розовым. Просто здесь скорее всего алюминиевый каркас. Но если бы его не было, лучше бы смотрелся розовый торец. Двери могут быть многоцветными, причем цвет может появляться в неожиданных местах. Так, например, и торец двери можно вообще выкрасить контрастной краской, которая не соответствует цвету двери. Я делала подобные в своем проекте. Там серо-коричневые такие теплые серые двери, как раз похожи на цвет тортора. И при этом у них черные доборы и черные торцы у наличников, которые потом переходят в черный плинтус. Это дает интерьеру такую тонкую графику, при этом черного не слишком много. Дверь можно также трактовать как часть стены, не выделять ее в свой отдельный элемент. Здесь, например, мы видим рисунки на стене, которые переходят на дверное полотно. Это довольно распространенный прием. Особенно хорошо это работает, когда речь идет о маленьких помещениях. Вот, например, яркий интерьер Джонатана Адлера, и здесь так сразу и не поймешь, куда бежать на выход в случае пожара. И также этот прием хорошо работает, когда дверь расположена неудачно. Таким образом, когда мы красим ее в цвет стен, она практически исчезает. Мы уже поговорили про то, что двери могут быть двухцветными. Вот вам еще один интересный вариант. Здесь сложная дверь, и у нее обводка филенок, светлая, белая, при этом само полотно другого цвета. А белый поддержан цветом наличников и также поддержан другими элементами в интерьере. Получается, что дверь с одной стороны не броская, но с другой стороны ее интересно разглядывать. В одном и том же проекте и в одном помещении не обязательно делать все двери одинаковыми. Вот пример из моего проекта. Это прихожая, и здесь три разных двери. Здесь есть входная дверь со стеклом, здесь есть раздвижные лофтовые двери, и здесь есть более стандартная межкомнатная дверь, которая потом будет использована в других помещениях. Кроме того, здесь разные наличники. У входной двери нету наличников, у раздвижных дверей есть черные наличники, а у межкомнатной двери есть серые наличники. Это сделано намеренно. То есть я каждый раз смотрела на отдельные ракурсы, сравнивала, как это будет выглядеть с разными вариантами наличников или без них, и в конце концов пришла к такому решению. Это я говорю к тому, что не обязательно зацикливаться на одном виде дверей. Но при этом следует учитывать, что двери, как архитектурный элемент, имеют отношение также к внешнему облику дома, если мы говорим о загородном доме. То есть у нас есть входная дверь, она должна хорошо сочетаться с фасадом. И при этом у нас есть межкомнатные двери, они должны хорошо сочетаться с входной дверью. Соответственно, вопрос не в том, сколько у вас видов дверей, если дом крупный, а как хорошо они связаны друг с другом. Кроме того, стоит иметь в виду иерархию дверей. То есть если бы мы, например, поставили такие большие раздвижные стеклянные двери в спальню, а при этом в гостиную у нас вела бы маленькая межкомнатная дверь, это бы выглядело нелогично. Гораздо менее логично, чем поставить несколько дверей с разными наличниками в одно помещение. Итак, в этом видео я хотела донести две основные мысли. Мысль номер один, это что при небольшом бюджете лучше выбирать нейтральные двери или делать из них арт-объект. Мысль номер два, это то, что дверь никогда не играет основную роль. Есть ряд приемов, как можно дверь украсить и усложнить, но делать из нее самый красивый предмет в интерьере не следует. Если вы усложняете дверь, то усложняйте и сам интерьер. На этом у меня все, до скорых встреч и всем красивых интерьеров. Пока!